Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Хазылжар» первый выпуск новой программы «Таза лайк» «Очистим природу вместе» «Поставим лайк зеленым технологиям» Меня зовут Богдан Петров и мы начинаем! Каждый день сотни тонн бытовых отходов отправляются на свалки Их площадь становится все больше и больше Мусор разлетается от порывов ветра, отравляет воду и воздух Мы даже не задумываемся, что у нас под боком находится настоящая бомба замедленного действия Вот такая бутылка переживет каждого из нас Попав на обычную свалку, она будет отравлять жизнь еще нескольких поколений Но именно здесь, на предприятии «Радуга» ей дают вторую жизнь И она еще долго может с пользой служить человеку Вот эти тазики и ведра когда-то тоже были лишь простыми бутылками и пакетами Но не все так быстро Предлагаю посмотреть весь процесс их производства от начала до конца Вот такие желтые сетки во дворах многоэтажек видел, наверное, каждый Казалось бы, схема проста Выбросил и вот уже твой мусор уходит на переработку Но не все так легко Горожане не скупятся Бросают в специальные контейнеры все, что угодно Частенько бросать сюда текстиль Думая, что это благотворительная какая-то сетка И кто-то будет это одевать Строительные отходы тоже Которые вроде бы пластик, кажется Но этот пластик не перерабатывается Это ПВХ сделано И такое частенько попадается Так же вы можете обратить внимание Тряпки, обои И строительный мусор в принципе нельзя бросать Собранные отходы отсюда мусоровоз увозит на завод Вот эти горы городского мусора пройдут здесь долгий путь Самое интересное начинается на сортировочной ленте Не все, что попало, пойдет на переработку Именно перерабатываем мы пластик Маркировкой 1П, 2ПНД, 4ПВД Имеется в виду бутылка из-под напитков Там соки, бывает бытовая химия в них Мыло такое, ну тонкие ПНД это канистры Следовательно Из них канистры Бытовая химия, также опять же твердой упаковки Бывает Из них производим трубы Для канализации Из этого материала И четвертая маркировка ПВД Это мешочки, полиэтилен Ну, в общем, полиэтилен Из них также делается гранула Которую вот засняли Потом делаем мусорные мешки Где-то добавляем продукцию Не пищевого сектора Для товаров народного потребления Поступившие отходы сортируются на различные фракции Затем объемные бутылки и ящики Попадают под пресс Проходят систему очистки и дезинфекции С них удаляют этикетки И отправляют на переплавку Уже из этого аппарата Выходят гранулы Так называемый флекс Пакеты и упаковка дробятся И тоже проходят обработку Им, как и бутылкам, предстоит стать сырьем Для новых мешков и пленки Кстати, оборудование здесь применяют Самое современное Оно соответствует всем Международным экологическим требованиям Многоступенчатая система дезинфекции И процесс охлаждения Требует большого количества воды Ее здесь тоже очищают сами Благодаря этому Огромный производственный комплекс Не загрязняет природу сточными водами Наверное, мы никогда не задумываемся Из чего делаются предметы домашнего обихода На заводе ТО «Радуга» Выпускают до 200 видов подобной продукции Если для производства подобной посуды Используется только новый пластик То вот этот тазик Сделан из 100% вторсырья Переработанный пластик здесь превращается В самые разные вещи Пакеты, пленка, упаковочный материал Ведра, мусорные корзины и так далее Этим и уникально предприятие «Радуга» Полный цикл производства Кстати, все бракованные изделия Здесь тоже получают вторую жизнь Да, да, тут же у нас дробится Тут же гранула делается Тут же новые изделия Процент брака, ну у нас прям по нормам заложено Где-то 8% брака На пленке и 1,5% брака на других изделиях Переработка вторсырья и производство новой продукции Это не только забота об экологии Но и новые рабочие места Только вслушайтесь в эти цифры Объемы производства просто бешеные Виды продукции у нас с пленки, если начинаем То в районе 3 тонн в смену То есть за сутки 6 тонн продукции Потом уже с этой пленки у нас идет производство пакетов Тоже, ну, каждой позиции где-то там по 1000 рулонов в смену Там позиции 5, например Все, а изделия из пластмассы Там тоже у нас от 1000 до 10 продукции На производстве у нас в районе 100 человек То есть, ну, большая часть операторы Также у нас мастера, технолог и дирекция, бухгалтерия Кто знает, может и вам попадет тазик, сделанный из бутылок Которые вы когда-то выбросили в желтый контейнер Неплохо? Думаю, да Но даже такой полный цикл не решает проблему бытового мусора Усилий одной компании недостаточно Лишь 5% всех отходов петропавловцев подвергаются переработке на этом заводе А это значит, что площади полигонов так и будут расти Решение одно Всеобщая сортировка и осознанное потребление На этом наша программа подошла к концу Смотрите нас на сайте www.petropavl.tv.kz И помните, очистим природу вместе Поставим лайк зеленым технологиям Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok